Да, товарищ полковник, копаем. Да, уже вызвали на допрос. Да, ну, дело в том, что мы декларацию проверили, там все чистенько. Да, но есть у нас одна зацепочка, будем работать в этом направлении. Так точно. До свидания, товарищ полковник. Доброго дня. Вызывали? О, Крутоделов Егор Григорьевич. Здравствуйте, я как только узнал сразу до вас. А надолго вы меня вызвали, потому что у меня там работа и не початый краг. И я же на благо государства, и день, и ночь, и день, и ночь. У нас как раз есть несколько вопросов по поводу вашей должности. А что, какие могут быть вопросы? Я чист, как слеза. Как дороги перед приездом президента. Как приватбанк перед национализацией. Вот по этому вопросу у нас есть сомнения. По привату, да, у меня то же самое. По вам. А, а, по мне? А что, по мне-то? Ну, я скажу, я чист, я могу сдать анализы, там, пописать. Хочу прямо сюда и пописать. Не надо. Не надо. Ну, стадион так стадион. Так, послушайте. У нас есть одна информация о том, что вы живете не по средствам. Кто я? Да вы что? Да подивите на меня. Я приехал сюда на метро. Я вон рубашку донашу за братом уже пятый год, а он ее купил в секонд-хенде. А живемо мы в семеро в однокомнатной хрущевке. Причем уже аренда. Да, 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 да. Мы читали вашу декларацию. Чуть не прослезились. А я, коли я писал, прямо плакал. Может, вы еще голодаете? Есть немножко. А вот это вот что такое? Что это? Это я пухну, пухну с голодовки. Каждый день по килограмму пухну и пухну. Ну, понятно. Лучше присядьте, наверное, чтобы вы сознание не потеряли. Может, я постою? Нет, нет, присаживайтесь. Присаживайтесь, присаживайтесь. Спасибо. Так вот, у нас есть сомнения о том, что вы живете по средствам, так сказать. Какие могут быть сомнения? Я вам скажу, я бедный. Я такой бедный, что мне даже субсидию не дали, потому что не хотят плодить нищету. А нам кажется, что вы не такой бедный. Да, да. Это правда. Я еще беднейший. Я с собой приукрашаю немножко. А на самом деле я по три раза чайные пакетики завариваю. Смываю через раз со собой. Ну да, ну да. Да, да, честное слово. Я единственный, кто остался должным переводбанку после национализации, представляете. А у нас есть информация о том, что вы коррупционер. Кто я? Кто вам так и сказал? Мизам Петренко. Так вот кто коррупционер. Так и запишем. Не, ничего записывать не надо, я чего не сказал. Но у нас есть информация из достоверных источников. Я каких-то вот достоверных. Сейчас стики фейки. Я вот, например, одного дня бачил, яка из Еленского сбывая КамАЗ, а на следующий день он уже сидит с Макроном. У нас информация из соцсетей. Конечно, достоверный источник. Я вот в соцсетях читал, например, что все работники НАБУ бисексуалы. Если я кого-то убедил, я извиняюсь. Я сегодня же этот пост с Фейсбука удалю и напишу опровержение. Вы что? Знаете, когда мы начали расследование, мы заглянули на вашу страничку в Фейсбук. И что? Ничего. Потом мы заглянули на страничку в Фейсбук вашей жены. Да. А там всего две фотографии. Челлендж 10 лет назад. Так я же вам про что и скажу. А вы видели, что у нее шапка та же самая, дедова, фотография. Пальтишко та же самая. А там вот не видно. А на самом деле на второй фотографии ботиночки, то бывшие коньки. Да, так что, хлопцы, я чистый, как слеза. Я пошел работать, спасибо. А потом мы заглянули в Инстаграм вашей любовницы. Можно водички? Пожалуйста. Спасибо. Ну что ж, продолжим. Спасибо. Вы знакомы с гражданкой Яна Бьюти Лав. Яна Бьюти Лав никогда в жизни не слышал такого. Странно. А ведь это ваша секретарша. Правда. А я знаком с Яной, секретаршей, то пришла до меня еще гола, босса, неграмотна. Не читати, не писати, не умею. Я же всему научил. Я ее очистил, откормил. Вот и мел. Вот и мел отучил ее грызть. Потому что железа не хватало в организме. Кальция. Кальция, кальция точно в голове не хватало у нее. И грызла мел. А я отучил. Вот так вот. Ну так откуда у девочки четырехкомнатная квартира в Киеве? А я не знаю. Может, дала держава. Она стояла на черзе, как малоимущая. А держава про малоимущих дбает. А у нас есть подозрение, что это вы о ней дбаете. Так что, я никогда дбальством не занимался. А вот на этой фотографии, что за подпись? Смотрите. Мы с Бусей нюхаем кокос. Значит, по-перше. 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 А по-друге. По-друге. По-друге, это не я. Это не я. Это фотомонтаж. И даже если представить, что это я, то что тут такого, что людина в сорок роков первый раз в жизни пробует и даже не пробует, а нюхает якийсь орех. Да, но тут нет ореха. Здесь просто горстка порошка. Это кокосовая стружка. Так, хорошо. А вот эта фотография. Вот вы на Мальдивах. Это он и я. Да? А что ж под фото она написала «Я и Буся»? Вона свободная женщина, она может делать, что хочет. «Я и Буся» — это три разных слова. Ось, бачите, яка вона неграмотна. Як стелька вообще. А что ж вы эту неграмотную прям в засос целуете, а? А у нас законом не запрещено целовать неграмотных. Вот я и воспользовался своим конституционным правом. Так. Хорошо. Идем дальше. Что вот это за фотография? А? Хотите сказать, что это фотошоп или что? Да, конечно, фотошоп. Ну, посмотрите, это вообще не я. Вот они сейчас все что угодно могут подделать. Вот, например, могут сделать фотку, да я с ней голый купаюсь в душе. Пожалуйста. Вот я про что и говорил. Вот аюнь научилась сейчас работать. Як настоящая фотка. Это видео. Посмотрим? Не надо. Не надо. Не надо. А вот посмотрите сюда. Вот Яночка держит так на ладошке новенький Феррари и подписывает эту Феррари подарил мне мой Егорчик. А вот, смотрите, она вот тут на ладошке держит солнышко. Что солнышко я ей тоже подарил. А вот тут на ладошке она держит какой-то белый порошочек. А вот это уже криминальная статья. С каких пор криминальная статья стирать? То есть вы хотите сказать, что вы покупаете стиральный порошок в граммах? Да. Денег нет совсем. Вот он сурочечку просернул, пошел, просернул, пошел. Бедненькие, бедненькие. А тут вы на килограмм насобирали, да? А, то ж борошно. То мы на великодень той пасхи робили, пекли, пекли, пасхи до сих пор пече. Вот. Да? Мы же люди религиозные, мы дуже честные, да. Религиозные чести. А религиозные чести не обязательно купаться им в бассейне с шампанским. А, по-перше, то крещение, а по-друге, то, что там бульбочки в бассейне, то питание не до нас, а до тех людей, які уже в бассейне. Хорошо. А вот тут вы точно не отвертитесь. Вы с Яной на яхте. Фотошоп сразу видно. Бачите, яка рожа в мене довольна. А у мене ж морская болезнь. Да? Я как бачу цю яхту сразу А может быть у вас лицо довольное, потому что яхта стоит 10 миллионов долларов? И шо? Эце ж не моя. Ну да, по документам ее купила бедная Яна. Ну да, шо, людина получая официальную зарплату, може она взяла цей 3 600 и пошла поставила на зеро раз в 30-70. Так бывает. И выиграла цю яхту. Шо тут такого? Угу. А вот здесь вы подкуриваете кубинскую сигару пачкой из 100 долларовых купюр. Так то школы было. Подивите на риг, тоди еще доллар по 5 был. Тоди все так робили. И это вообще челленджи. Я его просто запустил. Угу. Хорошо, вернемся к вашей любовнице. Это вы где с ней? В Затоке. Да? А что ж геолокация показывает, что это Дубай? Вот то сейчас так Затоку забацало, что даже Google да, даже Google определяет ее как Дубай. Но здесь хештег я люблю Дубай. А кто же его не любит? Особенно, когда ты видпочиваешь в Затоке. Ладно, хорошо. Вот вот эта фотография, обратите внимание. А шо тут такого? Она тут просто голая, никаких тебе украшений, ни яхты, ничего, не Дубая даже. А грудь? А шо, нормальные цицкие, а шо? Хорошо. Вот 17-й год, вот 18-й, вот 19-й. Грудь растет прям как на дрожжах. Капуста? Почала ести капусту и я поперла в ней и там все. А что же она подписала под фотографией моя грудь и ее спонсор? А то не я. Не вы. И это не вы. И это не я. И это не вы. А это реально не я. Это кто такой? Вот, вот кто ее тайный меценат. Проверяли его, а? Проверяли. Это ее отец. Мафиози. Учитель истории в Задрыпинске. Плохо копаете. Там наверняка школьных поборов на миллионы долларов. Там наверняка шторные офшоры. Все что хочешь у него там есть. Мы проверили. Это не он. Мать ее. Медсестра в том же Задрыпинске. Клофелинщица. Еще и химию направо и налево продает. Люди добрые. Что так творится? Нормальных людей сажают. у таких вот. Давайте все выйдем на Майдан. Прекратить этот цирк. Так все. Давай зови эту Яну Бьюти Лав будем сейчас очную ставку устраивать. Она что тут? Да вы что? Гражданка Бьюти Лав заходите. Гражданка Вареник. Присаживайтесь. Да ты что робишь? Вы знакомы с этим человеком? Ну конечно это мой пусть пусть Григорьич мой митинар. А что вы слушаете? Так помолчите пожалуйста. Кем он работает? Плотником. Ось бачите она наветь не знает где я працюю. А вот с этого момента пожалуйста поподробней. Ну пусть я рассказывал что когда он на своей работе в кабинете министра там брали с друзьями и пилили что-то. Вот они брали пилили пилили потом ходили в сауну и там пилили он вообще такой знаменитый твильщик. Ты нормально я вообще? Скажите телефон он вам подарил? Вот этот? А нет это сама заработала. Показать видео как? Не надо. Хорошо а вот это колечко с бриллиантом тоже он? А то не бриллиант то стекло. так так это что я все творила ради стекла? Прикинь значит так я хочу сделать чисто сердечное признание и показать вам видео которого нет в инстаграм. о спасибо посмотрим всем привет сегодня Буся получил зарплату или как он говорит откат и мы едем на Мальдивы Яна удалите это сторис оно автоматически удаляется Яна если это увидят я тебя убью мы с Бусей покупаем слона Яна удали вот Буся делает дорогу самую длинную белую дорожку в Украине да хорош сымать Бусь а разве можно одному человеку так много бюллетеней бросать Яна выйди из кабинки удалите видео вот а это уже совсем другое правонарушение я не понимаю за что я ж тебя одевал вузы везде а ты а че ты с какой-то малолеткой там тусовался но ты на вифе я видела ее видео в инстаграме вот как была вареник так и осталась то дочь моя поняла дочь ха а ну-ка давай зайдем на инстаграм его дочке ой папа кто станет президентом да пофиг кто станет президентом доча главное что папа все деньги уже в офшоры вывел ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- силы сдать всех коррупционеров благое дело делаете спасибо вам большое присаживайтесь пришли так сказать за своей бочкой варенье и пачки печенья охренеть сейчас ребят прямо охренеть президент вообще-то обещал 10 процентов из того что будет найдено я якума сдал я брата сдал а вы мне тут варенье какое-то печенье успокойтесь это образно вы что классику не считали мальчиш-плохиш а чего ладно проехали 10 процентов вам выплатят по окончанию следствия да ладно а сейчас наша задача защитить вас по государственной программе защиты свидетелей нужно скрыть вас от преследования понимаете да да вот давайте паспорт да конечно вот пожалуйста спасибо а вы тут на фотографии такой молодой худенький такой с волосами да все успели уже внешность поменять да нет это 10 лет во власти мою внешность поменяли понятно как то вы спокойно отреагировали да вам паспорт порвали люди обычно валидол пьют за сердце хватается вам как все равно что чё нервничать у меня еще два есть один кипрский другой израильский тогда нужно их тоже уничтожить еще не волнуйтесь так это для вашей защиты конечно вообще-то два этих паспорта и так неплохо меня защищают послушайте ну так положено по протоколу понимаете мы должны создать вам новую личность для этого старую надо уничтожить да согласен вот держите давайте так да это израильский его хрен порвешь гирш рёдер это к вам это очень резкое обрезание связей так надо но вы так не волнуйтесь мы для вас сделали уже новый паспорт теперь вы полноправный член общества но вы так сказать гражданин а как и задов как а как и какой а как и да вы не волнуйтесь я не хочу быть а как и тем более задовым выжил я понимаю понимаю вас но дело в том что вся легенда разработана исключительно под а как и азадова все службы в курсе все работают вы у нас далеко не первые как и не переживайте нет я конечно знал что в этой стране все делается через задницу но чтобы вот так вот прямо буквально задов а как вы будете мою внешность изменять что оденьте парик очки и усы а я смотрю с нашей программы частично ознакомились ваша новая прическа ваша новая внешность новый человек да не буду я это делать вы что поздно задов смысле поздно хочу хотите сказать все уже в курсе что я всех стал черт черт не волнуйтесь так именно с этого момента вы переходите под нашу защиту ну как не прям с этого момента с понедельника тут выходные а подписать некому понимаете смысле с понедельника пока за выходные меня могут пристрелить волнуйтесь никто вас не пристрелит мы к вам приставим личного телохранителя 13 заходите государственный охранник государственной службы охраны это не может быть мой охранник это неправда вообще не спокойно 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 правда видите вы чё шутите что ли посмотрите на него он как кого-то хоть в жизни защищал конечно он защищал очень хороших людей прямо очень хороших об этих людях либо хорошо либо никак подождите у него какие-то сверхспособности есть да вы не волнуйтесь так это подготовленный человек у которого есть абсолютно все средства для вашей защиты какие например например свисток свисток то это по моему это не по протоколу надо ему помочь все спасибо так обошлось хорошо не волнуйтесь у него есть еще электрошокер электрошокер размножаться он больше не будет так бывает наверное неудачно взял но вы не волнуйтесь он прошел экспресс-курс рукопашного боя на ножах спецназе в ютюбе слушайте ну ну его нафиг он еще кого-то поранит этой штуку это могла быть моя голова ну максимум нога смотрите значит я отказываюсь официально от своего телохранителя пускай он ищет себе другую работу да да мы ему передадим кстати по поводу работы мы вам нашли прекрасную работу в поликлинике мвд помощникам проктолога акакий задов помощник проктолога прям все звезды сошлись я конечно знал что меня будут прятать но что прям так глубоко вы не волнуйтесь так зарплата там достойная четыре с половиной тысячи долларов или евро помощник проктолога акакий задов может получать только в гривне знаете что я отказываюсь то что вы сразу отказываетесь там прекрасные вакансии еще были если вам не нравится проктолог пожалуйста ассоцизатор нянечка в детском саду зарплаты идентичные то есть при всех раскладах я по уши в дерьме да класс нет спасибо не надо меня защищать я лучше сяду в тюрьму сколько там за эту коррупцию дают в том-то и дело что пока нисколько закона такого нет еще пока никто не сел да я должен был заподозрить что-то неладное еще тогда когда вы сказали бы по тихому тебя привезем в суд и одели мне на голову ведро так задов вы успокойтесь мы между прочим тут хотим вас защитить и не только вас кстати но и вашу семью я умоляю только семью мою не надо защищать пожалуйста успокойтесь у вашей жены будет новая фамилия новая шикарная внешность и дом в испании в испании подождите вы программы не перепутали может у нее еще и ол инклюзив и трансфер из аэропорта да это входит в пакет ее охраны который кстати оплатил ее новый муж у него новый муж олигарх представляете настоящий олигарх по легенде наш оперативник под прикрытием и поверьте нам он справляется с вашей женой слушайте а она что даже не была против вот это он только за вот сучка кстати по поводу вашей собаки да не волнуйтесь с ней все в порядке мы ее усыпили повезло сучки вы не любили собаку я про жену подожди как собак что усыпили по легенде это но она работает у нас в отделе по борьбе с наркотиками получает 1000 евро в месяц потому что кто-то и неплохо поднатаскал а вот тварь кстати по поводу вашей тещи ранее известная как эвелина адольфовна клещ а почему ранее потому что теперь она садова элина петровна за подожди мы что с ней теперь родственники она ваша жена вы гениальны вышибанутые то послушайте мы просто хотели чтобы вы быстрее адаптировались к сложившимся ситуациям понимаете чтобы рядом с вами был родной и близкий человек такая демости жить то будем на конспиративной квартире в киеве крыжопали подождите нет 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 я я просто свалю из этой страны вы не сможете вам нельзя выезжать из страны из крыжополя как же подождите а мои дети что с ними не волнуйтесь с ними все в порядке вы их тоже усыпили вы совсем что вы напомните кстати ваши дети кажется в лондоне учились почему учились я проплатил учебу на 5 лет вперед это вы поспешили но есть радостная новость теперь они учатся в крыжопольском национальном медицинском техникуме лучше вы их усыпили и они кстати оба пошли по стопам отца политология фрактология задом углубленный курс можно я сам себя буду защищать вы дайте мне эти 10 процентов да не надо даже 10 5 я на эти деньги куплю себе маленький скромный островок в тихом океане построить себе маленький домик на тысячу квадратов и буду оттуда всей душой любить украину к сожалению это не в нашей компетенции хорошо давайте так вам два процента мне три давайте вы что нам взятку предлагаете вы что в тюрьму захотели задов нет задову в тюрьму вообще нельзя нет нет вы меня не возьмете я просто свалю я просто убегу и вы меня хрен найдете боюсь у вас это тоже не получится мы вживили вас маячок куда в нос в ухо в зуб куда догадайтесь садов вы сволочи я до вас доберусь я найду на вас управу у меня между прочим любовница в высших чинах вы имеете ввиду мельникову ольгу откуда вы ее знаете ну мы не хотели вам говорить но мельникова ольга ваша любовница это тоже наш сотрудник майор олег мельников как это был не пальчик это был жучок задов как же это я послушайте ну про 10 процентов это же правда вы вы же мне вы мне их отдадите возможно ну что значит возможно ну понимаете 10 процентов получать человек который стал коррупционеров а стал их некий гражданин крутоголов а вот какое отношение а какие задов имеет к этим деньгам следствию еще предстоит разобраться непонятно я склею я склею свой паспорт да не волнуйтесь вот так все с документами будет в порядке в моем районе уже вместо трех детских садиков строить ночные клубы и никто не жаловался до посылочку вашу получил спасибо очень приятно всем стоять работать без нас что коррупционер попался получай а вот они наворованные денежки руки осторожно сломаете отлично сработано парни взяли на горячем вы ничего не докажете докажем докажем мы теперь каждая операцию снимаем на видео оператор он что не снимал ой а вы что уже начали мы вообще-то уже закончили а я вас на лестничной площадке жду но обычно же выкуп невесты оттуда начинается выкуп невесты оператор ты что не понял мы тебя не свадьбу позвали снимать а серьезную операцию по преступника ой забываю мне нужно перенастроиться давайте еще разок и все снимем черт отпустите его парня меня что опять будете бить ты рот закрой так считай бабки давай снимаем ой подождите раз уж я уже в кабинете может я под съемочки сначала сделаю типа сбора невесты как я что ли невеста ты рот закрой щитой бабки оператор ты что не понял я тебе еще раз повторяю это никакая я знаю знаю это не свадьба но после того как здесь закончим я вам посоветую в парк заехать там так красиво у меня там все пары фоткаются вы только представьте вы стоите такой красивый а преступник у вас на ладони чего согласен банально просто прикуем его наручниками к дереву любви я не хочу к дереву любви ты рот закрыл и считай бабки слушай оператор мы никого не прикуёвывать не будем ты сейчас просто возьмешь и снимешь это видео ты понял да ладно понял понял чёрт так парни на исходной считай бабки давай блин всем стоять работает спецназ что коррупционер попался получай а вот они и денежки я извиняюсь но мы вообще-то уже начали ты у меня просто батарея села вчера такую свадьбу снимал представляете там теща очень долго сапоги одевали переобували ее слышишь я тебе сейчас в голову сапогом как перей переобую ты можешь просто это все снять и все хорошо поехали поехали еще разок если получится можно меня в следующий раз не так сильно бить не получится все должно быть достоверно мы эту съемку будем использовать суде по местам парни чёрт и начали всем стоять работает спецназ что коррупционер попался померли ты чё делаешь рисовая традиция ой забываю продолжайте продолжайте на чем я остановился получай спасибо получай киноляп но вы в тот раз его правой рукой ударили в этот раз левой как я потом эти дубли склею какие дублик что ты там клеить собрался это оперативная съемка не скажите вы прошлый раз такой были натуральный агрессивный агрессивный в этот раз он так естественно испугался короче давайте заново и еще раз если вам не это можете так его сейчас правой просто ударить можно да потом вставишь это ну я постараюсь ну что попался коррупционер получай а нет свет уже не тот давайте отсюда до коррупционер попался получаем нет а с этого ракурса попался получай свет не тут переснимать что значит переснимать что сначала что ли ну да оператор я тебя сейчас утарю слышишь вы знаете я халтуру не снимаю у меня целая команда мне дорогая ее репутация так что если вам не нравится ищите другого оператора ладно 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 все успокойся давай еще раз так еще раз я столько не наворовал сколько вы меня бьете так что давайте парни на исходные всем стоять работает спецназ что коррупционер попался получай стоп по вам нормально все вы зашли отлично а у молодого человека такое выражение лица будто бы он знал что вы придете вы знаете видно что мы снимаем не с первого дубля конечно не с первого у меня уже двух зубов нет трех так ты рот закрой и считай бабки ты можешь просто включить эту камеру и снять у него выражение такое ну да какое выражение пофиг какое у него выражение какой тут свет просто снимай меня и все у вас ну ладно хорошо так руку дайте пожалуйста это что за хрень но вы сказали снимать только вас вы все в черном одеты так и вас отличать будет вообще дурак что ли что такое но мне надо как-то вас отличать оденьте хотя бы бутоньерку ну вот так так сейчас все устраивает да нет вы весь какой-то потный уже припудриться надо у вас пудра есть как раз сегодня случайно не взял как знал держите мою снимай давай черт ты считай бабки снимай давай пацаны назад нервничайте черт всем стоять работает блин спецназ что коррупционер попался получай ты было у меня было у меня у меня место на карточке закончилось Ещё раз надо переснимать, всё. Пожалуйста, пристрелите меня. Проявите гуманизм, а? Ты закрой рот, считай бабки. Я уже удалил, всё. Всё, сейчас можно, да? Да, давайте. Ё-моё! Парни, ещё раз. Всё, последний раз снимаем! Всем стоять, работает спецназ! Попался! Блин, слово вылетело. Как я... Коррупционер! Спасибо, братан. Чёрт! Ладно, это дубль мой косяк, парни, назад. Ага. Извините, пацаны. Чёрт! Поехали! Ага. Что, коррупционер? Попался, получай! Стоп, стоп, стоп! Да что опять-то? Почему вы по ходу дела сценарий меняете? Какой ещё сценарий? Вы каждый раз говорили. Всем стоять, работает спецназ. Для меня это сигнал. Я перебрасываюсь на дверь. А так вы просто вошли, стукнули его. Вот из-за вашей самодеятельности надо переснимать. Ладно. Сейчас можем? Нет, уже не можем. Что? Вот из-за вашего самовольничания. У меня вторая батарея села. Надо заряжаться. Так. Два часа перерыв. Телефон. Снимай всё быстро на телефон. Ага. Ты просто живи. Всем стоять! Работает спецназ! Коррупционер! Что попался, получай! Алло. Да, могу говорить. Конечно. Ты вообще что ли оху... Дочка моя звонит. Ага. Свадьба, да? Да, конечно. Конечно снимаем. Да. А дата какая? Ой. Извините. 2018 у меня полностью занят. Да. Свадьба, свадьба. Ну ещё халтуры всякие. Да. Извините. Ну я вам... Ой. И в телефоне батарея села. Друзья, возьми мой телефон. Сними этот сердце в блокбастер уже. Спасибо, братан. Спасибо. Снимай. Да. Да, но только по моей команде, хорошо? Какая будет команда? Заходите. По-заходите мы заходим. Да, по-заходите, заходите. Всё, мы сейчас выходим. По-выходите, заходим, по-заходите. Заходите, по-заходите, да. Парни, выходим, по-выходите. Заходим, по-заходите. Извините, пожалуйста. У меня андроид. Как у вас камера включается? Ой, спасибо Заходить! Нет, подождите, я готовлюсь Возьмите мою визитку Я могу ваш выход из тюрьмы подснять Вам же лет 8 дадут А 2025 у меня полностью свободен Так, так, так Заходить! Так, так, так Заходите! Что, коррупционер? Че ты ржешь, придурок? Он же снимает, че ты ржешь? Вы операторы дверью пришибли Извините за опоздание Так, улыбаемся, улыбаемся Хорошо, так, отлично Свадьба с драки началась Так, подождите Жениха вижу, кто невеста? Я невеста, меня тут собирают А, я понял У нас европейская свадьба, да? Так, ребятушки Так, держим голубей Так, вперед Так, хорошо Так, значит, по моей команде Голубей подбрасываем, я фоткаю Так, голубки, работаем Это сейчас я не вам, это птичкам Так, поехали И раз, два, три Подбросили Четвертая свадьба у птичек Извините Устали, устали Ну ничего, давайте сейчас Жених с невестой Ближе так друг к другу Прижались щечками Чтоб я мог эффект сердечка наложить Так, хорошо, улыбаемся Голубки, работаем Это сейчас я вам Так Ты кто нахрен такой? Извините, не представился Анатолий Лучший свадебный фотограф Студия Креатив Толя, это не свадьба Примите соболезнование Кто вдовец? На ком акцент делаем? И не похороны А То есть кормить не будут, да? Фу Широ ради вас питати Утай найщасливейший день вашего життя Все, 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 Марин Не распинайся Кормить не будут Схи**али Вы кто? Все нахрен такие Я же говорил, у меня команда Студия Креатив Значит так, команда Слушай мою команду Ты, придурок Снимаешь коррупционера На телефон коррупционера Ты, Толик Следишь за этим придурком Женщина Вы следите за обоими Этими придурками Братан Извини Последний раз снимаем Попробуй не снять Парни, это исходные Черт Всем стоять Работает Черт Спецназ Что, коррупционер? Извини, попался Черт с ним Бабки есть? Снято! Да, снято! Наконец-то! Снято! Господи Давай сюда видео Ага, сейчас Я исходники никому не отдаю Вы что? Ты что, дурак, что ли? Нам это видео завтра в суде нужно Завтра Минимум Через полгода получите У меня Четыре свадьбы в монтаже Я монтирую Толик эффекты накладывает Марина озвучивает Можно вас На секундочку? Да, конечно Вы такой молодец Присаживайтесь А забирайте эти деньги Это вам Это мне? За работу Вау! Хороший гонорар, ребята Братан, снимать умеешь? Уже да Сними на мой Что такое? Всем стоять! Работает спецназ Что, коррупционер? Попался? Нет, я не... Получай! Снято! Понял? С первого дубля Спасибо Парни, все, опакуйте его Забирайте. А с этим что делать будем? За меня не волнуйтесь. После сегодняшних съемок я больше никогда воровать не буду. Поехали! Все! Слоны идут на север. Что? Бабушка приехала. Чья бабушка? Я от Гали. От Галины Степановны. Только пароль не помню. Шахер-махер, шахер-нахер. Вибачте, не помню. Хакер-квакер. Неужели так трудно запомнить? А, я понял. Что у вас? Я по поводу запрета одноклассников. Тише! Говорите тише. Так мы ж в кафе. Если будете громко говорить, и кафе закроют. Ох, извините. Я... Вибачте. Я паспорт забула. Это ничего. Ничего страшного. Нам поможет анонимайзер. Опять евреи? Да какие евреи? Анонимайзер – это такая программа. Программа? А на якому канале? Да это в интернете программа. А, в интернете. Слухайте. Я знаю, что в интернете одноклассников заборонили. А в жизни с одноклассниками можно общаться? Не знаю. Но пока лучше переждать. А долго ждать? Переждем – увидим. А як не переждем? Тогда нас переждут. Вы слышали? В Киеве собираются закрыть метро. Да потому что мало ли, что те, которые там, говорят про тех, которые там. Скажите, а надолго запретили? Не знаю. Гаишников три года не было. Но все равно, пока одноклассники вне закона, они небезопасны. А, я поняла. Слухайте. Я все понимаю. Но я на одноклассники, как бы это сказать, присела. Понимаю. Скажите, а оценочки мои сохранятся? Конечно, все оценочки сохранятся. Там была, правда, одна четверка, но ничего. А скажите, а можно так сделать, чтобы были все пятерки? Нет, так нельзя. А рецепты мои сохранятся? И рецепты тоже сохранятся. А, хорошо. Ой, а скажите, а можно меня разблокировать, а Людку из Саратова, наоборот, заблокировать? Зачем? Потому что она мне гадюка четверку-то поставила. Итак, определимся, что вам надо. VPN-мастер, Тола, хоу-браузер или Golden IP в прокси-сервер. Вы знаете, мне дуже без опролола помогает. Я понял. Вам поможет VPN-мастер. Мастер? А хороший мастер? Даст мне телефончика. Да, мастер, это такое приложение. А куда прикладать? Никуда не надо прикладывать. А по-другому объясню. Это приложение меняет вашу географическую привязку. Да не треба мне менять географическую привязку. Мне рецепты из интернета треба моей галкины. Хорошо, скажу попроще. Вы будете сидеть в одноклассниках через Канаду. Не, я так не могу. У меня тут работа, семья, дети. Вы шо? Не. Да нет же. Вы будете сидеть дома со своими детьми. Но все будут думать, что вы в Канаде. А можно так сделать? Я буду сидеть в галке, а человек будет думать, что я дома варю борщу. Нет, так нельзя. Ага. Слухайте, а сделать мне так, чтобы я была в Париже, и хай галка завидует. Хорошо. Так можно. На что будем устанавливать? Компьютер, телефон, планшет? Компьютер. Компьютер в порядке, вирус Петя не ловили. Не знаю. В прошлом росте человек с трусковца вирус света привез. Так я ему, знаете, антивирусник так набыла, что, наверное, уже не будет никаких вирусов. Понятно. Ну что, где ваш компьютер? Давайте вы сюда. Ага. Ага. Зараз. Коля, компьютер! Какой, Коля? Вы с ума сошли, что ли? Коля, уходи, 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 уходи. Вы что, не видите, что он старый? Я вижу, я не слепа. Но у меня с ним дети. Ну, куда его дети? Я про компьютер. А, компьютер у меня новый, 2000-го. Лучше мне скажите, каким браузером вы пользуетесь? Вы пользуетесь Opera, Google Chrome или Mozilla Firefox? Укртелеком. Вы знаете, я им звонила, питала про одноклассники, послала их даже, но они ничем помочь не могут. Нет же. При помощи какой иконки вы заходите в интернет? Вы знаете, я уже какие-то иконы не перепробовала. Я уже всем святым молилась и свечки в трех церквах поставила, ничего не помогает. Пока я не узнаю, какой вы браузером пользуетесь, я не смогу вам помочь. А, слушайте, а я сейчас по друзей позвоню, да? Алло, Галя, а через який браузер ты входишь в интернет? Через Укртелеком? Ну то я ему так и сказала. А в одноклассники через что ты заходишь? Через Беларусь? Спросите VPN мастером? Он тут пытает, через VPN мастер? Через Укрзалезницу до Гомеля? Нет, сначала давайте я вам еще инструкцию напишу. По старинке пойдем. Так, значит, вот так. Вот так. Придете домой? Здесь все просто, попробуйте сначала так. Ага, понятно, в меню пуск, открыть панель управления. Скажите, пожалуйста, у вас есть инструкция, как в меню пуск открыть панель управления? Ладно, давайте лучше на съемный носитель я вам поставлю эту программу. Я як чувствовала. Дискета? Вы б еще с кассетой пришли. А шо надо? Коля, надо кассета! Уберите кассета, господи! Слухайте, вы мне не удаляете ничего, тут у меня вся бухгалтерия. Я боюсь, что я ничего не смогу вам записать на эту дискету. Да? Слухайте, а вы точно хайкер? А вы не могли бы сидеть в другой социальной сети, а? Я пока цю освоила, два раза скорую вызывала. Мне кажется, гораздо проще было бы вам скачать все эти рецепты из интернета просто. Пока я скачаю эти рецепты, у меня все кабачки загниются. Ладно, давайте, может, все-таки на телефон поставим одноклассники? Да, вот у меня. Он, правда, простенький. Алкатель. Задняя стенка отваливается, но он еще хороший. Это мне хрещенник подарил недавно на день рождения. А ничего поновее нету? Есть, у Коли поновее. Nokia 3310. Давайте, может, на планшет я вам поставлю его. Когда съела свято в клубе, где планшет был, нужно посмотреть на балконе. Я там 10 лет не прибирала и гляну. Боже мой. Хорошо, давайте по-другому. Я сам вам скачаю все рецепты и пришлю вам их на почту. У вас почта есть? Есть. Нет. Да. Мейл.ру? Нет. Фух. Яндекс.нет. А резервной почты нет у вас? Нет. Запишите. 100001. Город Житомир. Улица Киевская. Да какая улица? Мы в 21 веке живем. Мне нужна электронная почта. А Галкина подойдет? Подойдем. Сейчас позвоню. Алло. Спасибо, собака. Мейл.ру. Спасибо. Ладно. Хорошо. Тогда давайте лучше я вам создам новую почту. Выберите себе имя. Выберите. Марина. Это имя уже занято. Ну, тогда Мариночка. И это имя тоже занято. Ну, тогда Мариночка 87, как у Галки. И это занято. А напишите, Мариночка, 88, и хай Галка сказывается. Эти все даты уже заняты. То, что Галка все почты забронировала, чи шо? Да не могла бы, что Галка все эти почты забронировала. Вы и не знаете эту Галку. Так, давайте так. Я вам сам создам почту. Она будет называться user24082016 собака.gmail.com Все английскими буквами, окей? А шо? Русские буквы тоже запретили? О, Господи. Ваш пароль будет самый понятный и простой. Вот. 8 восьмерок. Пожалуйста. А святки вы знаете о моей пароль? Потому что я хакер-квакер. Придете домой. Вам на почту придут подробнее инструкции, как все сделать самой. И сами сделаете дома с Галкой. Ага. Сами сделаете. А какого черта я тебе плачу деньги? Когда все должна дома сама делать? Хакер-квакер. Шухер нахер. Доигралась ты, Маринка, со своими одноклассниками. Минцы. Ты шоу, здурив? Ты открывал одноклассники? Я тут как остынку. Чтоб ты, сказы, такой. Здрасте. Вызывали? А вы кто? Крутоголов Егор Григорович. Прокурор. Бывший. Но перетестованный. А соответственно, честный. Аж страшно. Это мы сейчас проверим. Садитесь. Краще присаживайтесь, а то сесть я как бы всегда. Спасибо. Скажите, почему вы раньше не приносили декларации? Да, честно. Лучше честно. Вы же честный прокурор. Я честный прокурор. Якщо честно, то хотел подивитись, шо будет с теми, хто вовремя сдал? Чи одразу заберут бабки, яких задекларовывали? Чи спочатку посадят? Чи потом? А я потом гляжу, никто никого не сажает. Бабки не забирают. Ну я решил, рискну. Давайте декларацию. Все, пожалуйста, все, честь по чести. Перша декларация честного прокурора. Бо честность, то наше все. Да, именно поэтому вы везде указали прочерки. Ну прямо везде, не везде. Ну почти. Понимаете, стрёмно. Цена ошибки 5 лет. Ну давайте попробуем вместе. Заполнить декларацию. Так, фамилия, имя, отчество? Крутоголов Егор Григорович. Фамилию, имя не меняли? Менял. В 2004-м. Після того, як працював у Печерському суді. Тоді, конечно, не так торбили, як зараз. Но я перестрахувався. І якась у вас бува раніше фамилия? А об'язательно це писати? Плюнув би йому в його от'євшуюся харю. Ну понятно, понятно, понятно. Так, давайте свой адрес. Адрес? Та я то там, то тут. Я понимаю, нам нужен конкретний адрес. А конкретний? Город Кировоград. Нет такого города. Я ж чого прочерки поставив. Єсть Кропивницький. Чесно кажучи, зараз для людей, що Кропивницький, що прочерк, воно однаково. Лично мені, от легче запоминать прочерк. Понятно. Послушайте, нам нужен адрес, по которому вас можна найти. Адрес? Так, пишіть. Гоголя 10 дроп 4. О, хорошо. Собака Мейлру. Вы не понимаете? Нам нужен адрес, по которому мы приедем и найдем вас. Пишіть. Массажный салон Афродита. Я там практически каждый день. А вы что, квартиру себе не можете купить? А що, можна? Конечно. Купите квартиру, задекларируйте. И живите спокойно. Ищите другого лоха. Я уже видел одного такого в Фейсбуке. Не, ну ему может и можно. У него жена диджей. Подруга главред. Ну я как-то не могу с женок брать гроши. Вот не могу и все. Слушайте, тут у вас написано, что у вас есть трехэтажный особняк. То не ми, то бабушки. С бабушкой можно как-то побеседовать? Ну чё ж, можно. Тільки треба разрешение на эксгумацию и спиритический сеанс. Понятно. Хорошо. Давайте по-другому сделаем. Посмотрим вашу электронную документацию. Электронную документацию? Это что оно такое? Это там, где всё видно. Всё-всё? Всё-всё. Вот, к примеру. 20 числа вы получили зарплату. 3178 гривен 15 копеек, так? Так, дякую нашей державе за то, что поддерживают нас, бедных прокурорей. Слава Україне! А вечером того же дня вы покупали продуктов на 20 тысяч гривен и алкоголя на 15. Где вы деньги взяли? Да. А там что у вас не видно? Нет. О-о-о. Тоди слухайте, це дуже увлекательна історія. Значить, їду я такий по городу. Да, подождите. В декларации у вас автомобиль не указан. Да, вот прочерк. Йду я на метро. Значить, і підходить до мене така людина, бідненька. І так, будь ласка, чи не могли б ви мені купити продуктів? І да є списочок такой. А шо я можу зробити? Ми ж прокурори люди сердобольніє. Попытка, звісно, неплохая. Но все покупки були совершені з вашої карточки. Так а шо тут протизаконного? Ніет, совершенно нічого. Ну, об'ясніте, откуда у вас там появились деньги? Через термінал поповнили. Кто? Злоумішленники. Я вам не казав. О, мене ж в той день карту украли, а потім повернули. І, навірно, ось в цей проміжуток ці сволочі її і поповнили. Ось люди бувають. Ось тут мені інтересно. І нам, по-честному, не хватило. Я думаю, займуться і вами, і Крутогрудовам. Тільки вже інші органі. Лет 5, я думаю, вам светит. Минимум. Лет 5? Ну, да. Та що за детський сад? Давным-давно все в електронному вигляді, а? Та що ви делаєте, а? Господи! Все копії серверні. В не серверні? Та успокойтесь ви, а? Послушайте. Ви вот здесь вот написали, що? Що? Ха! Та у вас же вместо того, щоб вписати, скільки денег ви можете потратити в следующем году, у вас здесь тоже прочерк. А ви знаєте, що по закону? В следующем году ви можете потратити ровно стільки, скільки ви указали в декларации. Да! Та що за законы такі? Я що, доджу знайти законы? Ви прокурор. А, спасибо. Той, можна я все перепишу сначала, а? Ладно, ідите, переписывайте. В честь Нового Года. Стол зачем разломали, а? Рефлекс. Рефлекс. Ізвиніть, я щас, быстро. Ой, я смотрю, мальчики вже веселились, да? Здрасте, вызывали? Так, ми в інтимних услугах Филиппова не нуждаємся. Тем более в рабочее время. Та подожди, я хотела декларацию заполнить. Тебе зачем? Ее должны заполнять госслужащие только. Подожди, братик, а вы ж не в курсе? Не, я ж народная избранница от фракции, помоги себе сам. Филипова, ты че, с окружною уволила, сейчас в Раде заседаєш? Та боже упаси, я пока совмещаю. Так я это, хотела спросить, а так надо все эти источники дохода декларировать? Или мне придется уйти из политики? Филипова, по закону может быть сколько угодно источников дохода. Так, по закону может быть сколько угодно, а от природы у меня всего три. Господи, да иди заполнять все, что хочешь уже. Ось, ось, все, 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 заполнил, заполнил. Пожалуйста, все суперчестная декларация суперчестного прокурора. Красоколов, ну шо ж, написали и сразу же ошибочка у вас. Яка, яка? Ну вот, в разделе недвижимость вы написали Деснянский район. Да, все правы. Ну так а где улица, дом там? Так а справа, шо весь Деснянский район, доми. А вот этот раритетный автомобиль у вас откуда? Фея крестная подарила. Фея, это что, тетя Золушки? Это бред вообще. Вы бы, вы бы по-другому отнеслись к этой ситуации, если бы узнали, что по документам этот автомобиль зашел в Украину, як тыква. А вот это что вы понаписывали, а? Яйца Фаберже от пасхального кролика. Золотые зубы от зубной феи, что это? Так а шо, остальным можно декларировать подарки от вымышленных этих волшебников. А мне шо, нельзя? А это что у вас за три суммы? 100 тысяч рублей, 100 тысяч гривен и 100 тысяч долларов. Подарок на Новый Рик вид Дида Мороза, Святого Миколая и Санта-Клауса. Санта-Клаус, конечно, молодец. Особенно смотришь, когда на курс. Да-да. А вот тут, почему вы написали в графе сумма наличными 300 килограмм денег? Честно кажучи, задовбався их раховать. Я просто вот так с кирду взвесил, получилось 300. А вот это что за статья доходов? Лотерея. Так то ж, как я получил должность прокурора. В смысле? Говорите. То, что именно я займу эту должность, то была лотерея 6 из 36. Комиссия, 36 человек. Из них шестеро не берут взятки. А у меня нюх на идиотов. Я вычислил всех шестьох. Так скажите, а награды у вас откуда? Награды? То не мои, то собака выиграл на выставке. Награды вермахта? Так у меня же немецкая овчарка. А слитки золота у вас откуда? Приз на выставке, когда как дают. Бывают дипломы, а бывают слитками. Да? А особняк, тоже собака выиграла. Особняк, собака. Особняк то кота. Что-то не так? Да все не так у вас тут. Все не так понаписывано. А я хотел спитати. А что вы с этими декларациями будете робити? Ну так, ну как, ну понятно. Собираем, собираем. Да, скабливаем. Ну а потом, в общем, мы не знаем. Но. Короче, каждую ночь приходит мужик в балаклаве. От него так странно шоколадом пахнет. И он ксерокопирует все декларации. А ну дай еще раз поднимемся. Не, все-таки возьмите вот ту мою первую с прочерками. А шоколадной балаклаве привет. Нет. Нет, подойдите. Егор Григорьевич, к вам проверяющий из Киева приехал. Алло. Скажи ему, что меня нет и не было никогда. Что я буду прерывать свой дневной сон ради какого-то прыща. Егор Григорьевич, вы на громкой связи. Выключи эту громкую связь и предложи ему там чай, кофе, капучино, секс, извращение. Егор Григорьевич, а как выключить громкую связь? Ты... Олег Петрович, а я вас уже ожидаю, тут уборочку затеял. Здравствуйте, я снова к вам. И снова, как вы понимаете, неспроста. О, видать, что-то серьезное, да? Ой, надо успокоительное принять. Ой, срочно, срочно, срочно. А что это вы делаете? Успокаиваюсь. Тики так можно успокоиться на этой работе. Просто, Голов, кстати, в вашем регионе тормозится процесс децентрализации. Вы должны быть более свободны, независимы. Подождите, мы прям как локомотивы. Мы дороги тики, яки построили, бачили. О-о-о, хрен кто доедет. Там рвы, ежи поставили. А вы, до речи, як того? На вертолете. Ну, тогда точно серьезное что-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А це... Играшка. Солодкие гроши. И что, вкусно? Ну, трохи бумагой ведь доедет. Крутоголов, чего вы волнуетесь? Не надо бояться Киев. Уце, коли премьер-министр будет из нашего города, тогда перестану бояться вообще сразу. Скажите, пожалуйста, вам деньги из бюджета регулярно выделяются? Да, спасибо большое. Да за что вы благодарите? Это не вам лично, это на весь регион. А, ну да, да. А я же есть регион, я себе не выделяю, да. Почему регион не развивается? Депрессивный региончик, честно говоря. Унылый. Ну, о чем говорить, если у нас до сих пор Mail.ru без VPN работает? Понимаете? Скажите, пожалуйста, как вы потратили деньги из бюджета развития области? Во, класс! А, вы имеете в виду, наверное, в цифрах, да? Можно и в цифрах. Ну, 40% мы сразу отправили обратно на Киев по программе лояльности регионов до Киева. Подождите, это что, откат? Что вы таки кажете? То раннейший был откат при бандитской владе, а зараз это программа лояльности регионов до столицы. Разберемся. А с остальными деньгами как вы поступили? Положили на депозит. Вы нормальный! В принципе, натурал, но если надо, то... А, могу предоставить документы на депозит вот... Что-то у вас слишком много успокоительного. Работа нервная. И тут... Скажите, а в прошлом году вы так же поступили? Да, точно так же. И сколько вы заработали на депозите? Честно говоря, нисколько. Банд лопнул. Вы идиот! Я натурал, но я вам сказал, что в принципе, в принципе, тем более, что это входит до программы лояльности регионов до столицы. В этом году вы планируете поступить так же? Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ну что ж мы, идиоты какие-то, вы что? В этом уроке мы поклали все гроши в Ощадбанк. Проценты, конечно, не такие высокие. В принципе, он один. И какую сумму вы вложили? Я зараз не могу сказать, он их там на вирус Петя всю систему поломал, поэтому... Стратеголов, давайте я вам попытаюсь привести пример. Вот, например, вы дали деньги своему сыну на обучение в институте, а он положил их на депозит. Ну, подождите, вы что, уже познакомились с моим сыном? Вин хоть у вас не накурыв. Так, это бесполезно. Давайте далее четко по программам. Что по программе озеленения? Все выполнено в полном объеме, вся гривна переведена в доллары. На эти деньги нужно было покупать деревья, кусты. А, выцены шуты-то, да? Нужно вкладывать деньги в молодежь. Вот так в молодежь мы и вкладываем, что-то. Оля, зайди, зараз все побачите. Ось, ось. Вложили деньги в молодежь. Теперь она впереди планеты всей. А я же ее еще помню. Зараз еще будем вкладывать в губы, нос, потом ноги. Крутоголов, вы хоть что-то построили в этом году? Иди, тебе не надо это знать. Построил, конечно, дуже красивый дом. Такий с колоннами, золотая крыша, купола. Так вот, заходите, такой холл великий, потом картина галерея. Интересно, интересно, это дом-музей? Нет, это дом-дом. И где он? В Испании, конечно. Почему в Испании? Не поверите, материалы дешевшие. Вы только что сказали, что у вас крыша и с золотом. Так, так это же программа духовного развития. Да. И что вы еще сделали по этой программе? Немало, немало, я вам так скажу. Вот, давече, виджалы у московского патриархата две сауны. Вот. Зараз нажимаем центральный рынок и еще два стрип-клуба. О-о-о, молодцы. Да. Егор Григорьевич, а мы к вам. Вот, Крутоголов, доигрались. К вам уже пришли недовольные граждане. Та не. Это вырушители денег. Хлопцы, идите в хранилище, вы знаете, что рубите. Ага. Что по программе возврата ГАИ на дороге? А, вот тут мы поумнее поступили, чем у вас там в Киеве. Мы просто старые не расформировали. Подождите, как, мы же их три года не финансировали. А их не надо финансировать. Они на самофинансирование. Хорошо. А что с полицией? По раскрываемости вы на последнем месте. К сожалению, так. Так, ну это из-за того, что у нас сильно развитые церковно-родственные связи. Что просто? Ну, кум на куме сидите, кумом погоняй. Ну, что вы хотите? Так, что с получением биометрических паспортов? Не хочут люди, не хочут. Что прямо? Не хотят в Европу? Не, в Европу-то они хотят. Они не хотят, чтобы отпечатки пальцев снимали. Потому что раскрываемость сразу пойдет вверх. А нашего оно надо, мы же понимаем, да? Крутоголов, скажите, пожалуйста, что с программой энергосбережения? О, тут мы вообще впереди планеты всей. Мы первые, кто полностью отказался от российского газа. Ну, хорошо, молодцы, ну хоть что-то. На что перешли? Ни на что не перешли. Просто отказались и чекаем, а коли газ подешевшее. Егор, газ не подешевеет. У вас есть альтернативные источники энергии? Имеются. Ну? Сусидняя область. Какая? А я вам не скажу. Бо вы им расскажете, а я хочу, чтобы сюрприз был. Так, Крутоголов. Что по программе «Снов светского жилья»? О, вот тут вот мы все сделали, как вы в своем листе написали. Снесли ци трещобы к чертовой матери. Хорошо. Людям квартиры дали? Яким людям? Ну, тем, у которых вы жилье снесли. А-а-а, то вы, мабуть, написали на другому листочку. А-а-а, я таки занятый, что читаю только первые. Есть успехи по программе «Европейский город»? Да, да, да. Провели нещодавно гей-парад, всем так сподобалось. В смысле? У вас что, есть ячейка ЛГБТ-сообщества? Э-э-э, ничего нема. А-э-э, якийсь бьют, БПП, я-э-э, не знаю, а у этого нема. Ну, так как вы провели гей-парад? Ту, просто бюджетники выгнали на улице, цоп-цобе, цоп-цобе. И все, такий гей-парад устроили. Крутоголов, я должен сказать, мне это надоело. Садитесь, пожалуйста. Садитесь и пишите. А-а-а, я понял. Вы уже на моем месте кого-то приметили, да? Крутоголов, пишите, я такой-то-такой-то прошу уволить меня по собственному желанию. Не сможете вы меня уволить. Это почему? Я депузит оформил на себе и указал именно это место работы. Ну, и замечательно. Ага. Вы представляете, сколько процентов набежит за 10 лет, пока вас выпустят? Это же отличная новость. Регион впервые за всю жизнь скажет вам большое спасибо. Уводите. Вы ничем не поможете. Место у меня придут еще худшие. Не извини. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ!